Продолжение следует... 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 Ну, я сейчас просто представил, как просто обычный среднестатистический зритель включил трансляцию и услышал, что 7 тысяч долларов – это мелочь. Копейки, да. Но для Бёрнинга и Миракл, возможно, это… Да. Я бы так сказал. Для них это, конечно, не копейки, но деньги – это не главное. Престиж. Показать, что… Особенно для Миракла – это его позиция, это его роль. Мидер, он должен показать, что он сильнее. Бёрнинг – это сторожил Доты, это профессор Доты, можно сказать. Особенно в этих очках он выглядит действительно как такой уже серьезный учитель, который сейчас будет преподавать Миракл урок. И он как раз, в частности, хочет показать, что и на миде он силен. Ну, собственно, мы видим Бёрнинга, ему что-то подсказывает. Ну, вообще, конечно, по всем правилам Доты, ну, как бы, мидер, мидер – человек, который вообще в мид только и ходил, больше никуда не ходил. Ну, ладно, еще на четвертой позиции поиграл Миракл. Ну, должен переигрывать игрока, который на данный момент все-таки является керри, да, с легкой линией. Ну, вроде как там все-таки кнопочки, может быть, микрит лучше в центре, там, крипов, блочи, что-то такое. Но должно Миракл сработать. Хотя, конечно, я вспоминаю матч против Артизи у Миракла. Там Миракл довольно серьезно сдавал позиции. И у Артизи были там огромные шансы на победу. Миракл не так ловко себя чувствовал на Шадо Финде, играя против другого Шадо Финда. Но посмотрим. Может быть, сейчас получится чуть лучше. Миракл все сам сказал. Артизи вел эту игру. Он просто забибирейджал. По-другому даже не сказать. Это Эль Классико от Артизи. Это вот тоже, можно сказать, сигнатурочка. Хотя вел он там довольно прилично. Но сделал что-то невообразимое. И как мы знаем в Китае. Ну, теперь уже знаем. SFGOT его называют. Не зря, видимо. Называют так Артизи. Но у нас его называют BabyRageGOT. Ну, когда-то BabyRage ему даже и помогает. Сегодня в лайфстилере был хороший момент. BabyRageGOT просто произвел хайлайт, который наверняка появится уже где-то в наших там YouTube пространствах. Да, самое главное отличие Миракла от Артизи на этом турнире, что Миракл может бороться теперь только за звание топ-1 соло, в то время как Артизи все еще на турнире. И завтра у него будет сложнейшая игра. Собственно, я думаю, что... Ну, это важнее. Все-таки командный успех как бы... Ну, безусловно, конечно. Даже игроки, которые играли в свое время в соло дисциплины, во всех интервью всегда говорили, что если есть какое-то командное соревнование, где вы там по очереди играете один на один, все равно команду и побеждать приятнее. Это более значимо. Но в командной дисциплине это само собой разумеется. Ну, здесь, да, ты, во-первых, отстаиваешь не свою честь, там, да, свое достоинство как мидера, но при этом ты еще представляешь чуть ли уже не только команду, а целый регион, вообще там свою страну в том числе. То есть как бы ты один остался, тут против тебя огромная публика на этом стадионе, против тебя там сильнейший керри Китая и вообще всей планеты. Самый олдскульный игрок. Тут, конечно, Мираклупр это тяжеловато. Я думаю, должен будет он справиться. У нас там, не знаю, почему-то карта не стартует. Надо бы уже, пора, наверное, стартовать. Все-таки пики, наверное, еще не начались. Да, да, да. Ну, и напомню также, что следующие противостояния должно начаться сразу же после этого. Я не знаю, будут ли там какие-то пересадки и так далее. По идее, места в кабинках должно быть много. Я думаю, что пересадки по-любому будут. Нет, но к тому, что там же по пять компьютеров, то есть можно посадить сразу одну пару, ну и вторую пару. Я думаю, что будут они так пафосно уходить со сцены, потом пафосно заходить. Все-таки это элемент шоу очень важный. Вторая пара тоже очень интересная. SC, которая на этом турнире пока что выглядит очень хорошо. И папарацци, который сейчас, наверное, на каком-то кураже, потому что он прекрасно понимает, что произошло на предыдущей карте, как они были близки к вылету и что они все еще на турнире, они еще будут играть. И для него, конечно, сейчас самое топ катать один на один. Ну, вообще, получается, остались игроки, ну, кроме разве что Меркла, которые представляют команды, которые все еще будут бороться за топ-1, то есть из, соответственно, с Ньюбитов, да, остается с Айджи, который в верхней сетке, который уже минимум топ-3 тоже. Интересный этот момент, то есть 34 игроков, которые все еще в турнире. Это здорово. Так, ну что, поехали. Мы, в принципе, уже знаем основные фишки, такие тенденции. Мы просто следили. Ну, вот, вот, я поддерживаю тех мидеров, тех игроков один на один на Шадуфины, которые покупают и Фейрифайр, и Миракл, и Миракл, и Бёрнинг этим. Сейчас воспользовались. Идентичные абсолютно закупы. Желаю друг другу удачи. Ну, и будет какой-то блокинг крипов. Это не запрещено. Напомним, что запрещены ботлы, точнее, абуз ботлы через Курьера. Запрещен, по-моему, Сол Ринг. Что там еще было запрещено? Рейндроп. Нельзя использовать святыни. Святыни. Руны нельзя контролить. Да. Ну, еще какие-то такие нюансы. В остальном, ну, с лесными крипами не взаимодействовать. Все, что запрещено, разрешено. В синем углу ринга Шадоуфинт из Иордании в исполнении Миракла. В правом и розовом углу ринга, если хотите. Бёрнинг. Шадоуфинт из Китая. А, 30 секунд еще есть. Прокликают ребят. Сразу поставили себе Кикбай и Хилинг Селфи, и Танго. Бёрнинг показывает, как он микрит. Что можно сказать о Бёрнинге? Он, в принципе, играл неплохо. Он делал какие-то правильные вещи. Но даже против Энви. Хотя Энви сильный исполнитель. Он просел. Просто если у Артизи был так называемый Бэби Рейдж, то Энви так вообще сделал что-то суицидальное. Он просто засуицидился, побежав на Бёрнинге. Это тоже сигнатурочка Энви, можно так сказать. Это тоже его сигнатурочка. Где-то перещёлкивает, и Энви идёт вперёд. И это вперёд не всегда к победе. Так, ну вот показано, что Аркана есть у Бёрнинга. Вот он называется Арканой. Да, здесь тоже самое Миракл, тоже самое Аркана. Как понимаю, Падриньо. Падриньо, о боже, это игрок. Это что-то я помню этого игрока. Падриньо, это не тоже из Ордани или игрок с коллективом Балканберс? По-моему, там катал такой 8К игрок был. Ну ладно, это такое. Ну что, поехали. Идеальный блок крипов от обоих игроков. Встречаются они практически в одной и той же точке. Ну и всё, смотрим на скиллуху. Скиллух, ну тут пока демонстрирует Миракл. Чуть лучше добивает крипов. Есть один Денай. С хайграундом, конечно, легче расправляться с противником. Да, только два крипа бьют за Агрилл, Миракл. И Бёрнинг. Бёрнинг немножечко отжал себе пространство. Но правда, по крипам пока что у него всё плохо. Идеальный нулевой крипстат. Ну пока да. То есть, ну вот сейчас первого крипа добивает. Всё ещё более удобная позиция у Миракл. Так как он находится с хайграундом, ему проще крипов добивать, проще размениваться по хп. Когда на подкрипов не подставляться. На начальном этапе они слишком много урона по штуфинду наносят. Ну и вот тут пытается перехитрить. Да, ну вот в каких-то моментах Миракл получается чуть лучше. Добирает первого чужого крипа. Помогает себе Shadow Raze. 2-4-0-1 пока. У Миракл полный порядок. Бёрнинг мы видим тоже по хп просел. Должны быть хилочки. Уже в ближайшее время нестись курьерами. Да, несёт себе Бёрнинг. Ну, видно, что с ластхитом, конечно, у Горящего не всё так хорошо. Главное, сильный ему сейчас не проиграть. Потому что, конечно, SF это тот самый... Это идеальный один на один в миде матчап. Потому что здесь, добивая каждого крипа, ты получаешь буст. Ну, пока что, можно сказать, что прям большое преимущество у Миракла. Но потихоньку он отрывается. Конечно, учитывая то, как проходили у нас матчи до этого, мы, скорее всего, будем видеть тонны подхилов, которые будут постоянно подъезжать только одному, только другому игроку. Ну, так уже происходит. Да, хилинг селф, фэрифайр всё ещё остаётся. Пытался сбиться. Так вот, Миракл дальним Shadow Raze не попал по Бёрнингу. Бёрнингл сдержал дистанцию хорошую. Ну, и поднимается на хайграунд Миракл. Уже на средний койл ловит Бёрнинга. И заставляет его тянуться назад под вышку. Тем самым, вот, видим, ограждает его от получения экспириенса и денег. Вот так грамотно используется в Shadow Finder пока Миракл. Ну, и желательно крипов добивать сейчас своих. Ну, там Shadow Raze замечательный от Бёрнинга. Да, добивает раз крипа. Ну, что-то Бёрнинг тут пропустил крипа. Ещё одного крипа пропустил Бёрнинг. Бёрнинг тут волнуется. Не собладался с крипами. Да, правда, Миракл по мане немножко просел. Как мы видим, он там первыми кайлами, как я понимаю, долгое время кайлил. И это не очень здорово. Но по гриппам у него всё действительно классно. Ну, пока что играют. И Бёрнинг, может быть, сейчас воспользуется тем, что манки-то у него побольше подходят. Бёрнинг. Есть парочка кайлов. Первый койл. Ну, и пока что на этом всё. Миракл тут же захиливается. Да, но манну нужно держать там на минимум два койла хотя бы. Желательно на все три. Да, вот это ласхитски луха у Бёрнинга что-то хромает. Но в рационе хайграунд находится сейчас и душа приличное количество. Вот, наконец-таки совладал с чужим крипом. Сейчас своего можно пытаться добить. Нет. Тут уже Миракл. Раз, добил. Два, добил. Неплохо Миракл. Тут его крипа слабил. Будет тоже большой молодец. Но главное, что противнику не отдал. Оп, ещё одного крипа себе в копилку. И этого тоже можно. Ну, тут никому не достался. Но 10-10, тем не менее. В отрыв небольшой на Миракл уходит. Сильно, впереди, конечно, Миракл уже тяжело будет горящему. Он пытается, но пока что не особо получается. Ну, смотри, как классно. Как классно, конечно, с крипами совладал Миракл. Сейчас из пачки большинство крипов добивает. Ну, и чуть больше денег у Нью-Йорезда тебе будет. Тем больше хилочек сможет притащить сразу же. Плюс купить себе быстрый тапок какой-то. Ну, пока кикбай, конечно, масс хилинг-салвы. Было бы интересно, наверное, в правилах, если бы сделали так, чтобы нельзя там определенное количество хилинг-салвов использовать. Или вообще без хилок. Ну, сделали как сделали. На самом деле, все равно это самый зрелищный один на один на моей памяти. То есть раньше был вообще какой-то трошачок, когда можно было очень многое, и игра превращалась в какой-то цирк. Здесь мне нравится чуть больше. Не знаю, мне вот нравился тот момент, при котором можно было руны крайне контролить. То есть на речке что находится, потому что это вынуждало Shadow Finder как-то подпушивать, держать на дистанции с F, отжимать территорию, сходить быстрее за этими самыми рунами. Руны давали какое-то преимущество, но было довольно интересно. Сейчас, конечно, без этого эта игра пройдет. Но пока вот, видимо, только с крипами расправляется. До сих пор нет ни у кого варда, хотелось бы отметить. И Бернинг решил вот таким вот образом, понимая, что ему догнать будет довольно тяжело, купил себе Кларитосов, и с помощью Кларити, с помощью Кайлов фармит крипов. Также оба игрока принесли себе стик. Мы помним, что это был один из ключевых моментов. Также Миракл. Миракл сапог взялся. Теперь на сапоге на за счет мувспида будет догонять. Бернинг удар дальнего можно было дать. И, кстати говоря, ну, Миракл, возможно, просто посчитал и увидел, что не дотягивается. Но на самом деле, если бы Жаду Рейз залетел, возможно, это была бы первая кровь. Сапог ключевой такой зажарки. Важно, важно. Им нужно пользоваться моментально. Вот так ты купил сапог и просто идешь на атаку на противника. Здесь немного не повезло. Миракл, он все еще на сапоге, а у Бернинга сапога нет. Почему был сапог так рано у одного, а у другого нет? За счет того, что Крипстат все-таки в два раза лучше у Миракла. Просто больше денег элементарно. Да. Здесь ничего не поделать. Ну, Бернинг более-менее пытается держаться. Также Кайлит. Мобильность у него немножечко хромает. Миракл отзонивает его от Крипок. На средний, если подставится Бернинг, Бродон ловит сам на Койл. И Миракл вынужден использовать Килинг Селф и будет жить. Это сейчас был мини-комбэк, можно сказать, потому что потратил фласку, потратил стики. И Бернинг немножечко возвращается в игру. Миракл очень битый. У него нету подхил, он не сможет сейчас подойти. А Бернинг будет настигать его по Крипам. Да, еще и тратит ману. Все, собирается идти на базу, судя по всему. Или просто будет регениться Кларити. Ну, вроде Курьер апнул, да, хилочку сейчас я буду нести. Кларити в том числе. Святыни, напомню, использовать нельзя. Поэтому, если ты хочешь восстановиться полностью, либо используй хилки, покупай их, эти самые расходники, либо иди на базу. Идти на базу, но это чуть ли не автоматический проигрыш, потому что ты очень много отдаешь. Там буквально несколько бесплатных патчек Крипов для противника. Но не забываем также, что игра закончится сразу же, тогда, когда захочется и вышка первая. Практически выровнялась ситуация. Уже не такой большой разрыв. Хотя, казалось бы, 9 Крипов это практически треть. Но, тем не менее, Миракл потерял сильно инициативу. И сейчас Бернинг добивает, и они будут стоять на равных. Там Shadow Race дальним обменяли, средним еще один. На ближний Бернинг подошел зачем-то. Подавил Миракл на ближний. И просто пешком сам сошел Бернинг и отдался. ГГ пишет, Бернинг понимает, что эту игру уже не затащить. Да. Кто первый закалил сейчас, тот и выиграл. И, по сути дела, Миракл опережает своего соперника. Причем, надо допомнить, что играется до двух фрагов по правилам. Но мы сами прекрасно понимаем, что отдавшись один раз, вернуться в игру уже практически невозможно. Очень тяжело. Это сразу и много золота, естественно, и души, и вышка у тебя падает. Потому что, ну, не падает, но сильно накоцаться может. Да, Бернинг проигрывает. Но это ожидаемый результат. Но он показал отличную игру. Он практически не уступал, несмотря на такое легкое, слитое начало. Видно было, что расстроился. Так неприятно, конечно. Ну да, но он все еще в турнире. Зато на DSC 2017 он еще на верхней части сетки. Он минимум топ-3, поэтому расстраиваться явно не стоит. Ну и проиграл мидеру все-таки, одному из сильнейших в мире. Это, ну, наверное, закономерный все-таки результат. Меркла поздравляем. Он будет бороться в финале. Но финал состоится через один матч. Впереди нас еще одно противостояние. Да, впереди матч Папарацци и SC. Кстати, довольно много народу. Осталось посмотреть один на один матч. Вообще так... Я смотрю, люди даже приходят еще. Да, судя по отзывам, очень нравятся всем эти поединки. Действительно, это что-то необычное. Это что-то новое и интересный формат. Но я вот, конечно, жду финал и Best of 3, как это все будет проходить. Так, DC. Что-то нам новое обливляет. Ну, я так понимаю, новые участники сейчас поднимутся на сцену. У них тоже будут брать небольшое интервью. Да, SC и Папарацци. Папарацци, который... Ну, не сказать, что он смотрелся прям здорово сегодня на мите, особенно в третьей игре против Empire. Ну, его гнобили там, да. Но все-таки инвокер от него был неплохо, умел реабилитироваться в нужные моменты. Насколько хороший шадуфильм. Который мы с вами будем смотреть на сцене. Это SCC против Папарацци. И сейчас будут выглядеть игроки этих команд. Игроки этих команд. Эти игроки на сцену, простите. Оба, оба эти парни еще в турнире. Вот он Папарацци. Сегодня две серии он уже выиграл против Vichy Gaming. Джереми и прочих. Team Empire уже в топ-4 IG Vitality. Ньюби пока еще не могут похвастаться этим. Ньюби завтра играть против EGR. А наутром вот он, SCC, главный фаворит этого турнира. По мнению многих. Вот он, SCC на сцене вместе с Папарацци. Ну и будет у нас короткое предматчевое интервью. С этими двумя молодыми игроками, которых, согласитесь, год назад никто из нас еще не знал. SCC на тот момент играл в команде. Тонгфу Мангжоу, если не ошибаюсь, вместе с Юнайном. Папарацци вообще не помню, если честно, где играл. Это было очень давно. Ждем, ждем сейчас, когда перейдут к вопросу. Вот, SCC начинает общаться. С вами ведущий, один из самых известных. Из самых... Вопрос был по поводу подготовки. Тратил ли хоть какое-то время на подготовку? Он сказал, что, в принципе, готовиться отдельно к турниру 1-1 нет смысла, потому что и так он играет обычно в миде, и, соответственно, как-то отдельно он не настраивается на эту игру. Так вот, вопрос Папарацци. Вопрос, конечно же, по поводу того, что Сумаила он оставил ни с чем. И Сумаил, один из игроков, которого ожидали видеть далеко в этом турнире, не прошел в полуфинал. Ну и Папарацци говорит, я был очень доволен, и я очень не ожидал этого, но выиграл. Ну что же, мы переходим к второму полуфиналу. В принципе, это все вопросы к Папарацци. Мы переходим к второму полуфиналу соло-турнира. Папарацци из команды IG Vitality против SCCC из команды Newby. Да, я тоже что-то тут посидел, подумал, вспоминал, откуда же пришли ESC и Yuno, он же Папарацци команд. Я вот помню точно, что Yuno вместе с Akata и с Marcy, еще тогда под никнеймом, они играли в Wings, если не ошибаюсь, в одном из первых составов в прошлом году. Были они еще, по-моему, в Rising Stars, DT Club, то есть очень много команд сменили в свое время. Да, ну, не самое у них там именитое прошлое. Ребята там поднимались снизу, что называется, и в этом году лишь только стрельнули, стрельнули и YG Vitality один, и другой, конечно же, в коллективе Newby. Посмотрим, как сейчас друг против друга будут справляться. Да, ESC действительно фаворит этого турнира, что-то очень жестко вниз. Все хотят все-таки видеть, я положил руку на сердце, все, наверное, кроме Папарацци, хотят видеть финал SC против Miracle. Ну, наверное, да. Мы-то не предвзятые комментаторы, но, тем не менее, все-таки это очень интересная дуэль. Мы их ожидали увидеть и где-нибудь ближе к финалу в командном соревновании. Но, тем не менее. Да, как всегда, последние подготовки у нас сейчас будут. Снова раскликиваться. Настроечки. Ну, я не думаю, что прям раскликиваться, потому что обычно это занимает довольно долгое время. Ну, просто какие-то настройки поставить, чтобы совсем там не перепутать кнопки и не вкачать плюсики. Ты знаешь, когда игроки играют там в четвертьфиналах, например, такого матча, такого турнира, там, да, Best of 1, ну, так, тоже с определенной долей пофигизма, скажем так, они относятся к этим матчам. Ну, проиграл, проиграл, ну, что такое там, один-один, и что турнир весь впереди. А когда уже ближе к финалу, то ты такой, черт, ну, вот вроде бы здесь выиграть, а потом Best of 3, а чем, черт не шутит? Может быть, выиграть весь турнир? Я думаю, что сейчас ESC и Папарацци будут максимально настроены на победу. Особенно, конечно, Папарацци против сегодняшних чумачечек. Просто двух Best of 3 матчей, да, нужно тащить еще и один на один. Это будет, ну, я не знаю, наверное, лучший день, может быть, даже в его жизни. Да, довольно интересно будет, как сейчас пройдет эта встреча. Но вообще, это же игроки, которые играют в соревновательную дисциплину. У них в крови должно быть дух соперничества. Обычно, когда вот, ну, даже просто взять двух любых людей, посадить их и сказать, ну, просто поиграйте друг с другом. В большинстве из них проснется дух соперничества, они будут там сидеть, играть. Я сам видел не так давно, когда люди сказали, что мы сейчас по фану поиграем, а потом с дрожащими руками сидели, играли друг с другом, и никто не хотел уступать. Здесь, в принципе, то же самое, тем более, что действительно финал близок. И звание лучшего игрока — это сильно. Представляешь, выиграть турнир — это круто, но выиграть турнир и еще при этом один на один — это, можно сказать, такой гранд-слэм. И матч звезд. Еще, плюс ко всему. Причем не так много игроков могут это сделать, потому что для того, чтобы тебя выбрали, для того, чтобы выиграть все три, ты должен, помимо того, чтобы победить, ты должен еще и выиграть голосование и там, и там. Подожди, а кто остался у нас в матче всех звезд, из тех, кто присутствует сейчас в матче один на один? И Си, по-моему, присутствует. И Миракл. А Бернинг уже. Бернинг уже, собственно, да. Да, Миракл вроде бы тоже есть. То есть, S3C и... А что-то папарацци не уверен. Нет, папарацци нет. Фейдбьян, Ротикей, Бернинг, S3C и Fy. Получается, то самое комбо может сделать только S3C. Да, да, только один игрок. Миракл в финале, но он уже не в турнире. Соответственно, да, только S3C, то есть S7, мне его проще называть. Он может одновременно выиграть ДАК, он может выиграть матч всех звезд и может выиграть один на один. Ну, вот так вот. Если он, конечно, постарается. Он, видимо, максимально готов, максимально собран. Да, заливает водички. Ну, даже тебе не нужно раскликиваться, если ты батя. Ну, что-то как-то, по-моему, немного нервничает, что ли. Прям-прям слишком серьезно настроен. Папарацци более свободно себя чувствует. Папарацци уже отнервничал свое. Да, действительно, сейчас напрягаться не стоит. Но, конечно же, Shadow Fiend, не Shadow Fiend мы увидим позже. Я не знаю, кого бы ты хотел увидеть в Best of 3? Каких героев? Баратрумы. Да, это об этом тоже. Мне кажется, Миркл завез бы на селедке. Ему только на этом герою доверяли последнее время играть в своей команде. Судя по тенденциям этого турнира, какие-то Monkey King у нас могут возникнуть. Ну, я думаю, что там будет ограниченный пул, скорее всего. Вообще сегодня проскакивала информация, что там только SF-ы будут. Не знаю. То есть и в Best of 3 тоже из Shadow Fiend? Да. Но мне кажется, что это как-то уныло. Но в любом случае будет, скорее всего, ограничено все какими-то такими персонажами, более-менее интересными, типа Лины, там Паки. Ну, которые там все-таки иногда... Нюкеры. Нюкеры ходят, да. Но было бы очень неинтересно смотреть за инвокерами, например. Ну да, вот Лин или Шрак, вот что-то такое, возможно, бы зашло очень хорошо в центр. Но я не знаю, правда, там будут пикать, правда, сами игроки. Они могут всякое напридумать, особенно Миркл. Так, ну, собственно, смотрим. Вот уже есть некая разница. СССР берет Fairy Fire, а Папарацци берет себе дополнительную веточку. Я за три СССР по закупу. Да, пока что по статистике те, кто берут Fairy Fire, выигрывают. Я говорю это... Я, сын, здесь ни на чем, как и Дредд. Потому что я на самом деле не помню. Ой-ой-ой, какой неловкий момент. СС нет Арканы на Shadow Fiend. Подарите СС Аркану, пожалуйста. Ну, ничего страшного, потому что его соперника тоже нет. Да. То есть у нас будут в финале Аркана против таких черных, самых настоящих SF. Ну, ничего, думаю, что тот, кто выиграет 7 тысяч долларов, если это будет СС или Папарацци, сможет приобрести себе Аркану. Или можно сказать своим фанатам после победы, чтобы они ему подарили все-таки 7 тысяч, надо ставить себе. Или можно сказать, что он сможет добавить свои накопления к этим 7 тысяч долларам и приобрести Аркану на Shadow Fiend. Так, что у нас такое? Ну, какие-то рофлы местного разлива подъехали, судя по всему. Нам нужен срочно врыв переводчика Виталия. Что же там за рофлы? Он говорит, я тебя сейчас раскатаю без Skyloaf. А он ему отвечает, а я тебя раскатаю вообще не вкачивая с пылы и не закупая шмотки. Мне кажется, они о чем-то договариваются. Дно. Ну, это обязательно приписано. Нет, мне кажется, они что-то договариваются. То есть, типа, там нельзя что-то делать или давай там драться на первом уровне. Давай просто пойдем и будем бить друг друга с руки, у кого больше урона. Нет, это было бы здорово. Но Fairy Fire выиграет, очевидно. Нет, выложим все шмотки и просто будем бить друг друга с руки. Кому больше повезет. Есть же некий рандом? Слушай, по-моему, они договорились до чего-то. Мне кажется, что они просто договорились до чего-то сейчас. Ну, я думаю, что к концу этого турнира... Да, вот нам еще раз показывают, чтобы мы могли прочитать более внимательно. Ну, мы, конечно, прочитали. Мы действительно сейчас вникли и поняли абсолютно все слова, которые там были произнесены. Точь-точь, подстрочный перевод. Может быть, мы где-то в начале следующего игрового года узнаем, что это было. Так, ну ладно. СТриплСи. Нет, ну, они точно не договаривались... Либо они договаривались не блочить крипов и СТриплСи негодяй. Либо они оба негодяй. Они оба негодяй. Но подожди, немного не совладал СТ. Просто он выпустил там ближнего крипа. Вот он сейчас придет вперед, и папарацци более выгодной позиции будет находиться. Так, все, уже преимущество. Вот так вот. Вот, да, обменялись. Удар одному. Папарацци с хайграунда, конечно, СТ там тоже... Слушай, они как воинственны друг друга. Наполучал. Просто идут у друга, разминают бока, пока это чуть лучше делает папарацци. Правда, вот под крипами немного подстрял. И хп СТ стало, по-моему, чуть побольше. Так, у СТ есть фейр и файр. Нельзя с ним меняться до конца. Как-то вот СТ, он действительно просто с лоу-граунда расстрелял папарацци. Папарацци без большего количества здоровья остался, нежели сам СТ. Теперь он сам на хайграунде. Так, ну и вообще без хп остался папарацци. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это опасно. Вообще второй уровень быстрый пул. Ну как второго уровня тут еще и не пахнет вторым уровнем. Шадоу-рейзы пошли. Второй уровень уже есть у СТ. Сласочка подъехала, наверное. Да. Подожди, нет, это у папарацци, конечно же. Сейчас СС получит. Так, СС заходит, хочет просто за вышку зайти. Папарацци, конечно. Папарацци, конечно, да. Все-таки очень сильно пропушилась линия за счет того, что два ранжа осталось. И сейчас, если не самая приятная ситуация, он только-только везет себе курьера. Но он играется с папарацци. Хочет, чтобы тот подошел под вышку. Сейчас он доиграется. ХП на один койл съедает фэрифайр. А это он, конечно, перебдел. Он понял, что дело пахнет жареным и решил все-таки использовать фэрифайр. Но СС нервничает, сразу видно. Используется же Ду-рейзы исключительно для фарма, не для того, чтобы как-то придерживать противника без хп. Папарацци сейчас будет уже под своей вышкой сам крипов добивать. Очень удобно. Да, тут, правда, с своим тавером нужно еще разобраться. Как-то договориться, чтобы вышка у него прям перед носом крипов не воровала. Иначе совсем неприятно. Заходит Папарацци. Так, хороший Ду-рейс, и крипа накрыл, и противника тоже. Папарацци также отвечает хорошим жару Ду-рейсом, средним. Так, 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 ну и СС, и вот сейчас будет страдать. Чуть побольше. Ну, пока что Папарацци получше крипстату-то. Вот прям вообще, конечно, разница не такая, как была в предыдущей карте. Здесь пока плюс-минус, одинаково. Вообще поинтереснее смотрится, честно скажем. То есть подбивают крипов так получше. О, сбил Кайлом, красиво. Папарацци, правда, сейчас может отъехать. Нет, нету маны. Да, маны действительно маловато. Маны чуть побольше Папарацци, но ХП нет. Вообще, конечно, если посмотреть на чужой там айтем билд, если увидеть, что там нет маны, но есть начат от манго, да. В СС есть начат от манго, поэтому... Так, вот СС делает то, что не делали до этого игроки. Он покупает себе так. Главное, сейчас ему не отъехать. Мисс Ромах. Маны хватало. Папарацци, если что, для атаки СС здесь просто уходит. Надо ждать Курьера, конечно же. Курьера не будет, Крипа, моего не подпустит. Папарацци держит дистанцию. Дистанцию одного шедеврейза, конечно же. Всего-навсего одного Крипа. Ну, парочку Крипов проигрывает СС. Он выровнял ситуацию. Нужно дождаться Курьерни. В коем случае ничего не сбивать. У него сейчас будет вард. У него есть манго, которое... Так, очень важный момент сейчас, чтобы фласку не сбили. Нету маны вообще. Есть манго, но его использовать, наверное, в каких-то крайних ситуациях будет. Чтобы обмануть противника, да, когда Папарацци пойдет в клубовую атаку. Типа, думаю, что у него нет ман, а на самом деле ман это будет. Ну, и плюс ко всему, это все-таки реген. По нему такой идет. Да, и... О, Шаду Рейс неточный. Неточный Шаду Рейс. Папарацци сразу же отходит, потому что понимает, что он ошибся. Отличным Кайлом СС. Ей просто сбивает Килинг Селк. Папарацци сейчас в более невыгодной ситуации находится. СС может догнать его по крипсату, может быть, даже и перегнать. Да, кстати говоря, у Папарацци уже стоял вард. Я вот не обратил внимания. Но вот мы видим, что и у Си теперь стоит вард. И, может быть, самое время для Сентричков. Пошел Койл. Шаду Варда, как с Шаду Рейсом, отлично подловил. Си думает, как же подняться по хитрому. Папарацци тоже готов. Если что, разменивается Шаду Рейс. И не хватает демеджей. Си рассчитал. Там крипы чуть не забили. Шаду Финда, Папарацци. Просто остается совсем мало ХП. Какая опасная ситуация. Ни у того, ни у другого ХП нет. МП тоже минимум. Сразу тащит себе хилочки. И Папарацци восстанавливает себе запас ХП и МП. Есть Clarity Potion, Killing Cell. То же самое сейчас делает и его оппонент. Ну и 19-11. Посмотри, в отрыв уходит. В какой же серьезный отрыв уходит Папарацци. Просто уже в два раза перекрепстатил. Да, и думаю, что после этой каточки придется как-то проветрить будку. Потому что там слишком потно сейчас. И в одной, и в другой. Ну, чуть более потно, думаю, все-таки в Папарацци. Потому что прям совсем жестко отыгрывает. Но ИС сейчас, да, страдает. Мимо закайлил. И у Си нету маны, нету ХП. Все это легчайшее для Папарацци. Ну вот принести себе какой-то хитрый сапог и догнать на счет разницы по мувспид. Наверное, было бы к идеальным решениям. Барушет, Рейзовый. И опять ИС выживает на трех единицах здоровья. Но как же так? Папарацци второй раз не добивается успеха. Хотя, опять-таки, очень близок. Ну все, здесь только Бэби Рейдж поможет. Тот самый Бэби Рейдж от Папарацци. Но Папарацци-то особо не славится какими-то такими отсутствием терпения. Теперь он просто стоит, спокойно добивает крипов. У него сейчас будет гораздо больше денег. Гораздо больше душ. Выше левел. И С-Трипл Си придется очень тяжело. Ну да, пока он доходит до базы. Ну еще не на святыню, а на фонтан идет, чтобы там... А святыню же использовать нельзя. Да, может пойти на святыню, но это будет автогг. Это, да, это будет автолост. Ну все, сейчас придет на линию, а там уже Крипстат три раза больше Папарацци. И стики есть, и все есть. И хилочки себе заразу ранее купил. И танго имеется. ХП полное. Маны хватает на три. А Шадоу Рейза как раз прям точь-точь. Кстати, Папарацци делает то, чего не делали мидеры до этого. Он покупает себе тангусики. Ведь, в принципе, тангусики это являются наиболее эффективными тратных средствами. С-Трипл Си. Очень мало ХП у него остается. И сейчас еще один Койл. И Папарацци забирает фраг. Это гуд гейм. Вот так вот. IG Виталити Папарацци выходит в финал. Лик чайшая. Ты смотри, он даже не дернулся вообще. Ну действительно, очень просто переграл. На классе, я бы даже сказал. То есть, видно было, что о нем по его движению, по его игре было видно, что он не первый раз это делает. Это лучший мидер Китая. Нет, ребята. Отказанно. Не, ну молодец. Молодец Папарацци. Действительно, делал очень грамотно все, зонил противника. В один момент просто внезапно взял и оторвался по крипстату. В два раза. Они шли один к одному. Буквально разница в одного крипа. А тут сразу бум. Получше, получше. Совершал микро ошибки. Койл дал не туда. Вначале чуть подпросел. И в итоге мы видим, что, кстати, Shadow Fiend без фэрифайра. Но с тангусиками побеждает. Так, вот сейчас, может быть, будет перевод. Ну что же, вот он счастливый Папарацци. Сначала спасибо тебе, ACC. Да, аплодисменты, ACC. Спасибо за участие в турнире. Это было что-то странное. Я думал, просто он сломается. Сам ACC парень тоже небольшой. Так. Папарацци остается на сцене. И сейчас выйдет главный босс. Папарацци прошел уже на пути к прохождению доты двух боссов. Сумаила и ACC. Теперь главный. Остался Миракл. Это финал турнира соло. Ожидал ли ты вообще, когда узнал о том, что тебя выберут, выбрали тебя? Ты был на седьмом месте по голосованию. И на что ты рассчитывал? Ну, я рассчитывал, что я смогу неплохо себя показать, но чтобы не настолько... Невероятно счастливый Папарацци. У него сегодня просто лучший день в жизни. И сейчас еще и Миракля придется избивать. В бою 3 придется играть тебе сейчас против Миракля. На СФах вы будете играть. И проигравший на второй карте будет выбирать себе герой. Кого ты выберешь, если проиграешь? Пуджа, Пуджа, говорит, выберу. Если я правильно понял, да, Пуджа я выберу. Дэнни не хватает на этом турнире. Так, ну что же, и Миракл сейчас будет выходить на сцену. И скоро начнется гранд-финал турнира 1 на 1. И вот он, выход Миракла. Ждем еще короткий интервью с Мираклом. Ну что же, вернулся Миракл на сцену. И подтягивается также Джек. Который будет помогать Мираклу. Ты вообще много времени тратишь на игры 1 на 1 обычное время? Нет, я фактически не играю 1 на 1. Нет, я не играю 1 на 1. На этом турнире только СФы были. Как ты вообще, что ты думаешь про СФы, а вообще на этом турнире? Какой самый лучший мидер? И тут же отвечает Миракл, что, конечно же, инвокер. Ну что же, гранд-финал турнира 1 на 1. Миракл из команды Ликвид и Папарацци из команды Виктус. Гейминг Виталити. Бест оф три матчап начинается прямо сейчас. И переходим обратно к нашим комментаторам. Да, спасибо, Виталий. Да, действительно, матч скоро начнется. Я все еще хочу узнать, а какой формат ты изменился, не изменился? Будет ли браться какие-то дополнительные герои или все же нет? Да, да, но проигравшие выбирают, соответственно, героя. Да, здорово. Я просто в шоке все еще с того, что СФС взял на ручки Папарацци. Ну да, это какой-то странный момент, был неловкий. Ну ладно. Действительно, не хватает наших игроков на этом турнире 1 на 1. Я вот думаю, Фенчик бы тут неплохо покатал. Думаешь, что он бы взял на ручки Папарацци более изящно? Ну, в общем, пропорция мало чем отличается от СССР, но в плане победить ССР... Айсберг. Вот он бы взял на ручки и Миракла, и Папарацци. Всех сразу, всех игроков 1 на 1. Впрочем, да, вполне возможно. Да, посмотрим, посмотрим. Неожиданно. Лучший игрок мира, по мнению большинства, против Миракла. Хорошо, Ром. Не, ну а что нет? Теперь после того, что сегодня произвел Папарацци между своей командой, можно Папарацци на несколько строчек вверх поднять. В табличке лучших мидеров Китая, как минимум. В табличке ЧСВ. Ну, в ЧСВ тоже можно поднять. Конечно, на топ-1 вряд ли удастся выйти, но тем не менее... А кто на топ-1? Даже не знаю. Даже не знаю. Есть масса кандидатов. Ну, наверное, Лил. Даже у Папарацци написано Лил лучше на кофте. Лил Беттер. Ну, ладно. Тут, в общем-то, интриги опять не произошло. Шадо Финд против Шадо Финда. Ничего нового. Ну, ничего. Интригу главное, чтобы завез Папарацци внутри. Хотя бы 2-1 в пользу Папарацци. Дай ему шанс. Дай ему шанс, монстр. Папарацци хорош. Весьма хорош на Шадо Финде. Как и в прочем мерке. Не, меня все-таки больше интересует то, что они будут брать дальше. Себе на каких-то героев будут катать. Потому что Паджик это не весело в центре. Я вам сразу скажу. 1-1 на Паджике это не круто. И мне как-то удавалось. Давно-давно в первую доте комментирую такие матчапы. Это очень-очень-очень не здорово. Так что желаем каких-то героев с нюками все-таки. И с дистанционной атакой. Поехали смотреть. Вот они ССФчики. Вновь один с Арканой вроде как должен быть. Второй без Арканы. Ну, на самом деле, это очень круто. То, что есть у одного Аркана, а у другого нет. Потому что можно легко их отличать. Вот. Очень наглядно, скажем так. Ну что ж. Папарацци опять с двумя веточками. Без Фэрри Файра играем. А, теперь, кстати, Папарацци тоже с Арканой. Откуда он ее взял? Не знаю. Успел кого-то джать. Может быть, Аркана дается каждый раз, когда тебя берут на ручки С-Трипл Си. Но у С-Трипл Си не было Арканы. Он не мог ее передать. Тогда не знаю. Бонус какой. Тут куда-то отжал уже успел в перерыве. Ну, ладно. Да, ну, тогда мы опять не будем различать. Ну, в принципе, все равно все понятно. Папарацци со своим коронным закупом. С двумя веточками в Райсбандом. И здесь Фэрри Файр, Айрон Брэнч и Райсбэнд. Да. Кто же самый черный Шадоу Финд? Здесь. Ну, как минимум, мы узнаем после этой игры. То есть мы не узнаем лучшего мидера, так как это Бестов 3. Но Шадоу Финд это всегда престижно. Это на все времена мидер. Ну, вообще, да. До следующего 1 на 1, где-то на Интернешнл, возможно. Хотя... Если там завезут вообще. Да. Когда последний раз был 1 на 1 вообще. По-моему, в 2014. И... Не самая популярная тема. Обычно матч с их звезд все перекрывает. Ну, здесь добавили организаторы ДАК 2017 еще и матч 1 на 1. И, кстати говоря, вполне нравится людям, судя по тому, что никуда не ушли. Ну, большинство. Ну, собственно, блок крипов от первого лица. Прямо я вижу... Я чувствую себя крипом, который не может пробиться через... Дай пройти. Папарацци. Или Миракл. Миракл. Дай пройти. Да, это Миракл. Не пускает, не пускает. Тычется, тычется. Ну, вроде бы оба поступили, слушай. Ну, там мы видим, что... Выпустил Рейнджа. Вот здесь, конечно, вопрос. Кому это лучше? Да, неплохо было бы обычный вид нам сделать. Спасибо. Видим мы, что пропустил Рейнджа. Миракл. И теперь он стоит на лоу-граунде. Но линия потом пропушится в его сторону. В 1 на 1 это не очень круто, как мы видели. Но тут разница-то только в том, что быстрее получит левел 2 Папарацци. И, соответственно, будет Шадоу Рейз. У того Шадоу Рейзов не будет. Это да. Но, опять-таки, то, что будет стоять на своем хайграунде, Миракл. Поэтому будет безопасность. По Шадоу Рейзу не подставится. Пол ХП у Папарацци сейчас. Да, с Крепаем воевал. Воевал еще и с Мираклом. Неприятно. Просто Папарацци. Одумайся! Шадоу Рейзом забрал огромное количество крипов. Сейчас все пойдет на Миракла. А что Папарацци будет делать? Слушай, смотри, как круто получилось. Опять ситуация повторяется. Хилинг селф и к Мираклу идет огромная пачка вместе с Папарацци под вышку. Он сейчас будет мешать ему донять. Ведь 4 крипа есть. И, несмотря на то, что куча крипов переагрить вышку. Переагривает. А Плюхи получил? Да, лишние. Очень классно сыграл Папарацци. Я вот не знаю, плюс это или не плюс. Просто еще одна пачка крипов подходит. Миракл набирает души сейчас под своим тавером. Вообще в полной безопасности. Это Папарацци приходится рисковать, идти далеко вперед. Нет, это по-любому в плюс. Учитывая, что он вначале сильно накоцался. Сейчас ему это даже особо не влияет. Потому что Мираклу не удалось под своей вышкой нормально хоть что-нибудь полостхитить. И теперь Папарацци будет чуть проще. Уже выехала Курица, которая привезет еще что-то для Папарацци. И теперь ему надо подбивать под вышкой. И он справляется. Замахно. Миракл Шадоу Рейс. Хороший. Еще один Шадоу Рейс. Оу, стоя на месте, Миракл решил проверить на прочность этого Шадоу Финда. Но сам тоже просял. Киллинг Селф использует этот, другой. По Крепсату они выровнялись. 5 на 4, там 5 на 2. Очередные Шадоу Рейс активно довольно-таки играют. Мана кончилась. Мне кажется, что Папарацци вот этими веточками, которые он постоянно покупает, тангусиками я имею в виду, он выигрывает этим самым экономику, потому что он постоянно регенится. В то время как Фласка, ну, она значительно меньше восстанавливает, чем 4 тангуса. За те деньги, да, что стоит и тот другой артефакт. Наверное, все-таки выгодно танго. Но другой момент, что тебе нужно моментально, например, установить запас здоровья, когда у тебя, там, не знаю, 100 хап осталось или 50. Должен использовать хилку. Все, просто боль. И опять, смотри, повторяется абсолютно полностью ситуация прошлого матчапа с С-Трипл Си. Ставится вард уже. У Миракла варда все еще нет и не будет. Зато у Миракла будет стик. Да, Папарацци что-то знает. Он действительно выбрал какую-то стратегию при игре на этом персонаже против Шадоу Финда чужого. И вот прям придерживает уже третий матч. Интересно, довольно сыграно. Страдает действительно Миракл. Шадоу Рейза, правда, промазал сейчас Папарацци. Это не прикольно. Ну вот, позволяет Мираклу количество крипов добить. Хорошо, Дуна это прям под чужим тавером Папарацци. Вообще, Миракл ничего не может добить. 7 на 2 против 12 на 8. Здесь все в руках Папарацци. Последний крип там, по-моему, тоже не смог его добить. Миракл под вышкой. И сейчас Папарацци только стик себе привести. Он вообще ничем не будет проигрывать. Опять минус Коил. Крипом, да, как-то использует. Миракл, конечно, от Дунает сразу, когда он может. 13 на 8 против 8 на 3. Ну, хорошая двора из Миракла. Да, в отрыв уходит Папарацци. Причем, опять-таки, на хайграунде опять чуть лучше будет Крипов добивать. Миракл какие-то остатки только достаются. Пытается вывести на себя Крипов, даже кого-то под Дунаил. Держится довольно солидно. Да, очень вот эти вот два промазанных Кайла сказались. Потому что просел по маням Папарацци. И чуть Миракл подвыровнял ситуацию. Но все равно все еще отстает. Так, собирается Папарацци брать себе Стик на следующие деньги. Взял себе уже. Уворачивается от Кайла, я бы сказал. Если бы это, в принципе, было возможным. Скорее, правильно сказать, что Миракл промазал. Или попадал специально по крипу. И вот, наступает ночь. У Миракла Варда на хайграунде нет. А у Папарацци есть. И он будет сейчас видеть крипов, которых можно добивать. Едет Стик вместе с рейсбендом. Да, Папарацци видит, что довольно активно Миракл использует свои шедо-рейзы. В том числе на фарм. Поэтому есть смысл купить себе сразу апгрейзенный Мэджик Бонд. За счет этого копить себе самые заряды заветные. Это тоже очень важно. Ну и опять-таки зонит Миракла. Отправляет его подальше. И вновь вот на этом моменте, на получении пятого уровня. Папарацци вновь уходит в отрыв от противника. То же самое, что происходило вот с матчем ранее. Против Стик. И нету мана у Миракла. Он сейчас вообще ничего не может сделать. Он просто получает по лицу. Покупает себе Хилки, Клэрити. Все это несет себе, конечно, очень серьезно. Экономика страдает. У него нет Мэджик Бонда. Стики прожал. А есть Мэджик Бонд уже, да? У Миракла? У Миракла Мэджик Стик. А здесь Мэджик Бонд. И он нажал этот Стик. Сейчас у Миракла все хуже. Крипстат хуже. Хилок он потратил больше. Папарацци его зонит. И все в руках китайского игрока. У Миракла какой уровень? Уровень он должен быть тоже... А, у него четвертый разница в целый левел. Конечно, Шадоу Рейз намного сильнее у Папарацци. Просто намного сильнее Шадоу Рейза. Нельзя размениваться никак. Папарацци должен понимать. Можно просто прессинговать. Миракл должен под своей вышкой прямо сейчас забирать себе левел пятый. Иначе, в принципе, не сможет выстоять. Но вот сейчас Катапульта падет. Но вот все еще можно держать на дистанции. Лав, левел. Под Денайл Катапульту. Это так неприятно. Промазал сейчас Скайлом. Но, тем не менее, Шадоу Рейзом сбивает Кларити. Неплохой Шадоу Рейз от Миракла. Получилось, нужно восстанавливать запас здоровья. Папарацци возвращается. Так, еще не восполнил полностью. Отойти немного назад. Но тут же Мэджик Вон будет приобретать себе Миракл. Не самая удобная позиция он находится. Все еще проигрывают 10 крипов. Это только чужих. Своих-то вообще 16 из Денайл Папарацци. Рейз в одного крипа. Это все, что сейчас сделал Миракл. Захиливается Флаской. Папарацци восстанавливает маны. Пугает Миракла. Маны нету. Вот только-только Мэджик Вон. Есть Клэрити. Хилинг Сел в Курьере, который подойдет Папарацци. Очень опасно подходит. Шадоур Рейз. Не попал, по-моему. Шадоур Рейз. Но Клэрити действует все еще. И Миракл не очень хочется разворачиваться. Есть целых две Фласки. Сейчас можно очень выгодно Папарацци размениваться по ХП. И, наверное, следующий этап это Сапог. Сейчас шестой уровень уже апнулся Папарацци. Рискую предположить, что Миракл не взял себе еще левел 6. Поэтому чуть больше душ будет, чуть больше дэмэджа будет у Папарацци. Вновь можно будет по Крепстату отрываться. Опять нету у Миракла маны. Вообще нету Миракла. Тотальный подловил. И дальше-то что? Дальше Миракл отходит. Да, нужно отходить. Тяжелая ситуация у Миракла. Очень тяжелая. Прям не знаю. Как-то нужно полностью у вас запас ХП и МП восполнить. И идти в лобовую атаку. Стараться подраться, возможно. Сапог купил Папарацци. Это важно. Но мы видели, как Папарацци пытался использовать этот самый Сапог в предыдущем матче. Много не получилось. Но, тем не менее, выход был страшным. 36 на 20 против 23 на 3. И... Немножко подлагивает. Подлагивает. Немного неприятно. Ле. Но Миракл шарит. Не первый раз он играет против китайских команд. Кто не шарит? Мне кажется, весь чатик даже на нашей трансляции... Знаешь, только коллега, как это переводится, как это использовать. Ну, пауза отжимается. Да, действительно, Сапог. Сейчас интересно. Опять-таки, за счет того, что сейчас идет ночь, то есть вижен несколько сокращен у Шадоу Финдов, следовательно, можно внезапно на Сапоге прям быстро подойти вплотную и поймать на ближний Шадоу Рейз и уже потом уничтожить. Вот Сапог появился. И пошел, пошел Папарацци. Нет, не пошел. Не пошел. Хотя мог попробовать. Он побоялся, что с Хайграунда получит парочку Шадоу Рейзов сам в лицо и погибнет. Да, но игра уже затягивается. Есть шесть тиков у Папарацци, у Миракла, насколько я понимаю, там все чуть похуже. Маны больше у Папарацци. И он продолжает давить. У Миракла опять какие-то проблемы с Манрегеном. Опять он все Кларити свои потратил. И сейчас нужно бы сбить Папарацци и Кларити, но... Подходит, получает первый койл. Дальний, дальний, дальний будет. Папарацци, удар! И Фейрифайр спасает в этот раз. Но ситуацию это, конечно, не улучшает для Миракла, потому что все еще нет маны, все еще нет ХП. Чуть тяжелый расклад. Ухудшает ситуацию, потому что он опять просел, просел больше. Опять он не может подойти к крипам. Он потратил Фейрифайр, он потратил стики, по-моему, тоже выпил. Килинг Сэлф. Хотелось бы сбить, но Миракла отходит вовремя. Да, все потратил, все абсолютно потратил. Сейчас нужно использовать последние свои деньги на покупку чего-либо. Там на каких-то хилки, опять расходники себе приобретать. В то время, как Папарацци уже просто будет увеличивать свой нетворс и его тратить на какие-то артефакты. Даже не знаешь, что дальше появится. ПТ, не ПТ, там еще один Рейсбенд или Аквила. Взбивает Кларити. Важнейший момент. Что там в Курьере летит к Папарацци? Я бы сказал, ползет. Ползет. Это Кларити. Пока Кларити. Ну и 450 голды имеется, в принципе. Можно себе купить какой-то белт. Увеличить свой запас здоровья. Ой, как же больно Мираклу. Использует Кларити. Вообще не подойти уже. Чуть ли не двукратное превосходство. 28 данаев от Папарацци. Восьмой уровень против шестого. Тут уже есть четвертый Шадоу Рейза. Там ими еще и не пахнет. Но это колоссальное превосходство. Папарацци даже не знают, за счет чего сейчас может Миракл выехать. Есть вариант хороший, при котором получат левел седьмой, когда они по демиджу Шадоу Рейзов сравняются. И какой-то выйти хороший размен. Так, попадает Кайло Ом. Маны очень мало и у того, и у другого. Ну, апнул себе пассивку уже на 4 Папарацци. Да, уже максимальное количество крипов у него. Все. Дальше уже он сильнее не будет в этом плане. Но зато фармить деньги эффективнее. 33 денаев против 4. Вот это, конечно, разница. И уровень огромный. Все-таки это статы. И... Хотелось бы сейчас наверняка Мираклу пойти куда-нибудь в лес, там подфармить себе что-то. Кату, Кату как не хочется отдавать. Такую Кату подряд уже. О, какая жесть. Как же Папарацци его уничтожает. Ну, сейчас просто Миракл терпит. Я не знаю, может у него какой-то есть, конечно, хитрый план. Разница по надвар тысячи голды. Но это, ну, фактически ПТ-шка собранная и против сапога. Да. Это сурово. Ну, должен быть какой-то план. Должен быть какой-то план. Какое-то решение проблем. План терпеть и надеяться на что? В лейте победим. На бейби рейдж. Смотри, что покупают у нас Папарацци. Next level Dodo. А это разрешено, этот артефакт? Я помню, раньше это запрещалось. А почему нет? Почему нет? На резисты. Нельзя было покупать Блэйд Мэйл. Нельзя было покупать себе худых. Запрещен рейндроп. Но этот артефакт разрешен. Здесь немножко другие правила. Мы видим, что у Папарацци появляется. Теперь его скалить будет достаточно тяжело. И собирается покупать себе фейзы. У Мира Клажи ситуация такая, что он тратится только там на какие-то фласочки. На расходники. Все на расходники уходит. Ничего там нет. Артефактов на статы какие-то не приобретаешь. 12 стиков еще есть, помимо всего прочего Папарацци. В какой-то момент это можно решать. Посмотри, просто отзонил. Не подпускает крипам вообще. На Shadow Race. Дальний можно ему санталить. Прямо сейчас удар. И дальний Shadow Race. Отличная игра Папарацци. Папарацци. Браво. Браво. Это была великолепная партия. Ну, да. Вот стратегия Папарацци с этим давлением поначалу. То есть ты крипов быстро зауничтожаешь. Отправляешь под вышку к врагу. Сам гнобишь. Дэнаешь. Очень быстрее зарабатываешь себе левел. Быстрее зарабатываешь себе души. Но в этом есть действительно какой-то смысл. С самого начала, если не допускать ошибок, то камбэк практически, как мы видим, невозможен. То есть вот именно добил сам. Взял себе тангусики постоянно носит. Постоянно подхиливается. Держится на боевых позициях. Ну и настолько жестко перекайсил Миракова. Да, это, наверное, был лучший с точки зрения именно такого стратегического подхода. То есть и Миракл не фейлил. И Папарацци сыграл круто. Да, сыграл, короче, намного Папарацци. По итогу получается. Ну, ты знаешь, мне все равно не хватает вот тех старых добрых сражений один на один. Когда это было еще там в рамках какого-то АСИ Капа, первые турниры, которые я комментировал. Там все решалось на получение быстрее третьего уровня. Кто взял третий уровень, вторые Шадоу Рейзы, все, пошли сразу размениваться по ХП. Тут стики прожал. Тогда не было фэрифайра, соответственно, были только стики. Закупали их одним из первых. Прожал стики кто-то на стиках, там на трех ХП выжил и победил. Вот это было очень круто. Здесь такого мы не видим. Здесь вот идет чисто лишь доминация по крипам. Да, но здесь, конечно, просто без шансов. В общем, он догонял прям. Еще один удар успел сделать, пока там вот в левом Мансил Миракл. И вот такой контрольный залетел к краешку. Контрольный в голову, да. 64 на 40. Вот это крипстат, я понимаю. Какой герой следующий? Нет, подожди, я хочу по-другому провести. Папарацци выиграл лучшего игрока в мире. На СФах и стал лучшим, но при этом он терпел от ФНа. И получается, что ФН... Вот, это хорошая цепочка рассуждений. Причем она вполне логична. Я говорю, ФНа не хватало на этом турнире 1-1. Он бы показал, как надо. Или не показал, да, кто знает. Сейчас уже никто не узнает. Да, тут, ну, на самом деле, конечно, там так нельзя говорить, потому что там был совершенно другой матч-ап. Это была, скажем так, командная игра. Все. Миракл понимает, что он не только вылетел и топ-16, топ-12 турнира. Топ-16 было бы слишком ужасно. Из топ-12, из-за 12, возможно, слишком жестко. Да, ну и может не стать лучшим игроком. И так, а что это? О, это паки. Ну, это весело. На паках. Ну, скорее всего, там, либо как-то ограничили, либо все-таки Миракл сжалился над нами и выбрал что-то активное. Паки. Паки это тоже, это не такая борьба за крипов с точки зрения душ, но это шифты, это раскаст, вот этот вот что, кто замаксит. Это очень интересно. Ну, тут да, тут сразу возникают такие схемы в голове, при которых ты не подаешь Лизори Орбом, на него прыгаешь, что-то смансил шифтом от Лизори Орба, не получил дэмэдж, самое главное, у тебя с Аленсом сверху дал. Лизори Орбом, что-то такое, какие-то размены, это было бы забавно понаблюдать. Но посмотрим, насколько хороши оба игрока. Я вот не помню, когда в последний раз Миракл играл на паке, правда. То же самое могу сказать про Папарацци. Да, зато я помню, когда он играл на селедке последний раз. Это было вчера. Далеко не пак. Да, вот у нас такой призрак прошлого на экране, Shadow Fink. Но тут паки. Давайте посмотрим на закуп. Очень интересно, что же закупились. Нули-талисман. Папарацци там тоже нулик. Тут танго, там ветки. Я считаю, что танго рулит. Папарацци знает вообще толк в танго. Он постоянно их покупает. Постоянно использует наши дофинды. Вот теперь видим на паки тоже. Но там, правда, вот два дополнительных... Вот эти вот две дополнительные веточки. Чуть побольше статов, чуть побольше урона в начальном этапе. Посмотрим. Так, конечно же, как выглядит. Вот так вот выглядит пак лучшего игрока в мире на эсэфах. Он прекрасен. Да, и что это за сет? Крылья... 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 Я вообще в них не разбираюсь, ничего тебе сказать не смогу по этому поводу. Имморталская арба. Ну, вот такой вот какой-то пак. Цвета морской волны. А, это пак. Это менее красочный. Да, да, действительно. Alliance, ты посмотри, у него там есть. Games Watched. Сколько ты посмотрел? 36 игр. Ну, почти, мне кажется, все, что сыграли Alliance в этом году. Ну, вообще похоже на то. 10 секунд до старта. Да, напомню еще раз. Если вдруг сейчас Miracle выиграет, то третью карту будет убирать, точнее, третьего героя будет убирать Папарацци. Пока что Папарацци очень хорошо блочил крипов, и его стратегия по блоку крипов, она оправдывалась. Смотрим, как это нужно делать, и учимся у молодого мидера команды IG Vitality. Да, Юна возглавляет движение своих крипов, старается их остановить. Безумцы, стойте на месте, не идите. Особенно Range Crips, он его не подпускает просто. Да, 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 но в этом Miracle уже спускается крипс горочки. Неужели опять? Да, опять Папарацци выиграл эту битву, и повторится сейчас ситуация. Та же самая. Оп-оп, шифт на шифт. Хорошо, промок сейчас работал у Miracle. Точнее, от демеджа, от тучки от Miracle. Так, подъедает первую елку. Так, ну тут уже так, 2-0. Да, здесь заденайные крипы, они не будут так сильно влиять, разве что с точки зрения вот именно левела. Здесь подденайные каты, подденайные ренжи будут влиять достаточно серьезно. Но, главное фарм. Да, получение быстрого уровня, опять-таки, чуть больше демеджа там с Элизориорба. И это может решать. Вот еще Элизориорб запрыгнул, Папарацци начинает давить. Мирacle использовал шифт. Посадил. Съел, съел, хорошо, танкос. Да, в этом, кстати, плюс то, что он съел посаженное дерево, которое побольше хп региона дает. Папарацци по чужой вышке демеджа. Смотри, раз, демеджа, два, демеджа, что делает? Так, Элизориорб, будет ли прыгать Мирacle? Да, прыгает Мирacle. Тут же на развороте сидели на Элизориорб. Не прыгает на свой папарацци. Прыгнует все-таки, да, перепрыгнул Мирacle там полностью, на максимальную дистанцию ушел. Но и без хп остался, нужно восстанавливать за поздоровье. Да, там примерно столько же, сколько у Мирacle, учитывая, что он под тангусиком. Ну, как мы видим, подъедает. Хотя нет, беру свои слова обратно. Да, действительно просел. Разница большая, да. Довольно опасно, уже первый размен мы с вами увидели. Но здесь Мирacle получше отконтролил в данной ситуации. Шифт на шифт. Ну, вот пока облочат лишь только урон с руки этим шифтом, но не Элизориорб. Так, первые статы докупает себе, как мы видим, папарацци. И сейчас у него станет побольше урона. Флазочка также подъезжает, что подъехала Мирacle. Мирacle подъехало что-то. Нет, ему просто масс-реген. Хилки-хилки-хилки. Поменьше статов, но побольше зато регенерации. Прячется в лесок. Может быть, оттуда попробует как-то закинуть шальную арбу. Но нет, папарацци не ведется. Вот теперь СВ делали Зориорб. Хотя нет, Миркл дэмодс получил. Сражение Зориорб. Недалеко улетел Миркл. Сайленс получил. Миркл довольно серьезно ошибается прямо сейчас. Спину натыкивает его из... Конечно же, Хеллинг Селф после шифта. Но Миркл очень опасно сыграл. Это Телезориорб, который оставил его на чужом хайграунде. Надо стать критической ошибкой. Да, здесь очень упорная борьба. Выравнивается у нас крип статы. Опять папарацци немножечко просел по хп, но уже летит сюда. Здесь на три, здесь на три. Здесь на три. Нормально. Телезориорб. Два крипа съел. Дэмодж парацци нанес. Тут хороший был орб, очень хороший. Но тут же Хеллинг Селф и выравнивается. Ситуация абсолютно равная. Оба персонажа имеют максимум хп. Но у папарацци повыше статы. Он купил себе, накопил где-то на скрёб, засейвил деньги на магическую мантию. Плюс три. Вообще видно, что папарацци старается вкладываться не в расходники, а больше в какие-то артефакты на укрепление себя. Копят. Ну, в свою очередь, Миркл старается больше расходников приобретать, чтобы всегда поддерживать свой запас здоровья на высоте. Ну, ему, соответственно, сейчас выгодно меняться, иначе он будет проигрывать. Вот Грэжный Стик, зато у Миркла появляется быстрее. Неплохо накопил. Или Зориорб болезненный. Курьера бы таким образом не отдать. Это вот Курьера сейчас будут доползать в центр на Мирклу. Миркл далеко от своей вышки. Если сообразить папарацци, тварь был бы, конечно, неплохо. Но мог или Зориор бы перелететь и, соответственно, уничтожить Курьера. Редует Сайланс, но не попал по Мирклу и... О, неудачно задоджил сейчас. Вернее, не задоджил. А, по-моему, задоджил, нет? Непонятно. Непонятно. Первого уровня, по-моему, да? То есть у них скилл билд одинаковый? Да, вот смотрим. Второй Сайланс взял себе папарацци. Это очень интересно. В то время как у Миркла макшеная арба. То есть Миркл старается захарасить своего соперника. Значит, все-таки заебейдил просто раз папарацци. Потому что слишком много дэмэджа нанесли второй. Да, да. И мы видим, что так вот на перспективку покупает себе стики. В то время как папарацци покупает второй рейсбенд. Опять выйдет Миркл. Залетел дальше папарацци за спину. Один или за арб еще. И Миркл уходит. Сайланс не падает папарацци. Промазал своими нюками. Маны маловато у папарацци. Но у Миркл того меньше. Да, есть два стика. Но пока что эта погода не делает. Статы очень хорошие у пака от папарацци. Все-таки бонусный рейсбенд это очень много. И что? Теперь Миркл покупает еще один рейсбенд. Возможно какой-то Вейл попытается купить. На Талисман, не рейсбенд. На Талисман. Извиняюсь, да. Ну я думаю, что все прекрасно поняли. Нести нужные хилочки папарацци в том числе тоже. Подвозят. Стики есть у Миркла. Это понимает. Папарацци в размин уходить не очень хочется. Оп. Сэвэй дал тычку. 21 на 8, 22 на 6. Ну что-то не вижу опять-таки быстрых каких-то сражений. Все идет в фарм. В контроль крипов. Обменивается, конечно, периодически любезностями. Ну и опять-таки очень здорово доджет. Или Зори Орбы своими шифтами. Говорит о хорошем микроскелле. На самом деле папарацци заманивает Миркла в ловушку. Потому что макшенный сайланс гораздо выгоднее на дистанции. Потому что это длительность сайланса. Это опять же урон. Потому что Миркл тоже будет кастовать свой сайланс так или иначе. А, он тоже начинает подмакшивать. Он решил сделать ставку на второй все-таки. Или Зори Орб, чтобы больше урона было. Сайланс тоже будет на второй. Дунает катапульта. Папарацци умеет. В этом он мастер. Да, но это Миркл забирает папарацци. А, это Миркл забирает? Да. Посмотрел. Красную кату. И Зори Орб попал. Сайланс попал. А теперь на развороте. Миркл понимает, что у того-то нюки остались. И они могут залететь в спины. Поэтому отошел. Да. Конечно, он впитал здорово у себя папарацци. Сейчас куча урона. Интересно, будет ли брать ульту? Мне кажется, что не будут. Да, так и есть. А, нет. Нет, нет. Взял папарацци ульту. Интересно. Я думал, что не станет. Ой, залетел. Но И Зори Орб. Сайланс. Дримкоил. Отлично. Пытается пробить с руки Миркл. Сайланс слишком долгий. Но он кончает свое действие. Ой, Зори Орб. И уходит. Да, прерывается действие Дримкоилом. Подстанивается. Надо бить и было нечем. Но опасно. Стики спасли жизнь сейчас у Миркла. Но опять он выпил весь свой запас. Папарацци немножко расточительно. Не вкладывает рейсбенды себе в рюкзак. Но, как мы видим, фласка все равно вылечивает запасом. Поэтому это не сильно влияет. Так, папарацци. А вот Миркл не взял на шестом. Если я правильно понимаю, три. Да. Да, он взял еще третий сайланс. Третий сайланс. Ну, вот так вот. Папарацци уже потратил, правда. Но сейчас это окупилось. Потому что он подденал нескольких крипов. Миркл вынужден был вести себе всякий дополнительный захилл. До сих пор второго рейсбенда нет. Есть стики. Но мы видим, стики как-то не так здорово работают, что ли, в этом матчапе. Либо постоянно Миркл их пьет. Может быть, из-за этого. Тут такой момент, что они постоянно используют шифты. Используют постоянно шифты от тычек с руки. То есть, на это можно подловить. То есть, ты дал какую-то тычку, тот сыветил. Сразу иллюзориорбу сверху накрываешь. Или каким-то там, ну, сайлансом, если на близкой дистанции находишься. На это можно подлавливать. Потому что, ну, вот так вроде тычку ты сыветил. Да, но она же не так много урона носит. В отличие от иллюзориорбы. В отличие от того же сайланса. Так, мы сейчас посмотрим. Опять будет размен хп. Вот опять сыветил Миркл. Может каким-то иллюзориорбом внезапно его накрыть. Особенно, что сейчас ночь. И под покровом ночи можно внезапностью атаковать, соответственно, оппонента. Да, привозит себе что-то Миркл. Но также папарацци, по-моему, стик себе захотел купить. Да, стики у нее будут. Пока что не грейженые, но ничего страшного. Все равно не копится. Покупает, покупает царклет. Да, и опсвард, что тоже очень важно. Опсвард у нее будет. Со следующей доставкой Курьером. Курьер только-только идет на фонтан. Ну, 39 на 15. Опять небольшой отрыв. Выходит папарацци. 10 крипов чужих больше уничтожил. Папарацци или зориорб. Сывейдили. Здорово. Да, но только мана сбилась в Кларити. Не совсем я понял, каким образом. Миракл. Саленца хотел подловить. Халява. Не прошла. Папарацци вырывается вперед по крипстату. Маны у Миракла меньше. И сейчас игра очень сильно подвисает. Засушили игру на паках, да? Такое тоже возможно. Кошмар какой-то. Но что поделать? Вард ставит. Там парацци будет обладать информацией о местоположении пака. Вот так залетел. Саленц сдал. Пробивает с руки. Будет Дримкоил. Если что, Миракл дерется с ним до последнего. Есть илезориор в сторону. Миракл будет спасаться Бекстом. Но парацци очередной раз пытается напасть сам. Он первый проявляет агрессию. В то время как Миракл старается играть. Ну, я не могу сказать, что это от дефа. Но более спокойный вариант. Конечно, терпит. Но, может быть, постарается подловить на ошибки. Больше ошибок совершает Миракл. Больше спилов тратить в никуда. Ну, сейчас под савишкой Миракл очень удобно. Крипов добивать, конечно, будет. Очередные хилочки. Очередные Clarity Potion. Саленц промакшен мы видим. Но тоже понятно. Второй илезориор. Первый шифт. Ну, вот тут Саленц. Опять пытается подловить. Снова какие-то шифты. Нервная игра. Очень нервная игра. Но вот радиус, конечно, Саленца, он довольно мал. То есть вот тут подловить не получается. Нужно вплотную подходить с помощью резориорба. Ну, или за счет Dreamcoil, например. Так, ну и что будут покупать дальше? Не знаю, насколько актуален в этом матчапе сапог быстрый. Я уверен, что они оба хотят прямо покупать рейндропы, как настоящие мидеры там на таких персонажей против паков. Но здесь это правилами запрещено, поэтому никаких рейндропов. Что-то другое придется. А не хочет Clarity сбить с помощью ульта. Мне кажется, это было бы выгодно. Ульт хочется, видимо, оставить все-таки. Вообще, можно тот же самый Клак приобретать на резист к магическому урону. Почему бы и нет? Ну что, 10 крипов выигрывает. Это очень мало. Само собой. Закупы практически идентичные у игроков. Да. Собирается покупать... Ну, Клак тоже, да. Но папарацци знает, что делать. В общем-то, что при Shadow Finder? Так, 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 Миракал. Получается, Ален сейчас после Иллюзориорба. Пытается уйти. Dreamcoil ставит Миракал на развороте. Ну, так вот, Миракал вновь оказывается в негадном положении. Снова Dreamcoil. Но сбил фласочку. Да, тоже приятно. И что теперь у Миракла? Что у него с подхилом? Нет, есть еще одна. Есть еще одна, но... Да, теперь без ультимейтов находится. Чуть больше маны у Миракла сейчас. Идет он. На Shift. Вынужден парацци несколько оттягиваться назад. Там очень приятная руна сверху висит. Хотелось бы ее взять, конечно, но опять-таки нельзя. Все нельзя. Все нельзя. Кошмар. Лицо Орер. Оп, Миракл запрыгивает. Здесь Сайленс парацци лоу-хп стики использовал прямо сейчас. Промок сработал там у Миракла. Еще одна тычка, которую можно было сводить Shift, но не стал этого делать. И Бейсхиллка. Shift лучше сохранить. Вот теперь и одна из немногих атак первых от Миракла. Сам решил напасть, но вот не удалось пробить. Сайленс, конечно, штука хорошая, но... Столько долго действовать хотелось бы и сбивает. Реген немного Миракл. Очень важно. Сейчас сбивает Реген. Там Кларич только-только была активирована. Так, а там Вейл что ли появляется? О, это Вейл! Он хочет сделать Вейл, да. Интересно. Нельзя же покупал свои нуль-талисманы в скобочках в рейсбэнде. Ну, не знаю, насколько, конечно, это крутое решение в данной ситуации. Этот Вейл, то есть, ну, от одного нюка в 100% один из паков сэвэйдит, да, с помощью шифта. Мне кажется, круто. Мне кажется, круто, потому что даже вот как мы видим, не так просто и выйдет. Ну, Сайланс ты практически никогда не сэвэйдишь вот этим замечательным шифтом. Орбу тоже непросто. А если хотя бы два нюка попадают под Вейлом, это... Ну, сейчас вот у Папарацци получилось. На развороте идет. Запрыгивает. Дает Сайланс. Есть еще ульта. Что по стикам? Сайланс. Стики-то жестко сыграли. Папарацци не знают, что делать. И сработал телескан на развороте. Миракл закрывает телесорию орбом. Миракл все-таки здесь победил. Это Комбэк серия. Я не знаю, пока что Папарацци-то не пишет ГГ. Ведь до двух смертей идет игра. Не стоит забывать. Точно, не стоит об этом говорить. Это все правильно. Я думаю, что все уже как бы... Но до этого все соглашались с поражением после размена. Когда неудачный размин для них после отдачи Ферус Бада. А здесь нет. Ну, на самом деле на паках это действительно правильно. Потому что на паках вернуться будет очень просто. Или за ребром. Первым промахнулся Миракл. Пошел кулдаун. Теперь Папарацци залетает. Дал Саленс. Вроде бы неплохо. Вроде бы можно играть дальше. Но тут открывает Саленсов ответом. Есть опять-таки Dream Coil. И вот теперь Элизориор закроет. И как раз кулдаун прошел. Да, у Миракла было очень много стиков накоплено. И это сейчас зарешало. Ну что ж, Папарацци возвращается. Врагу не сдается Папарацци так просто. Мы видим, что он вел в игре. Но сейчас то же самое преимущество, которое было у Папарацци у Миракла. И, соответственно, теперь будет вторым номером играть Папарацци. Но ничего не потеряно. Можно продолжать. Слушай, а что же Миракл себе приобрел? Представьте, он же много денег заработал. Он хотел ПТ-шку, насколько я понимаю, покупать. То есть он ВЛ себе не очень хочет. Ну, покажите нам item build Миракла. Вот так вот ушел из подсаленца Миракл. Отлично сыграно. Нам левел бы item build посмотреть просто, что он Миракла. Что там есть вообще у него. Что мы видим только Папарацци пока. 2-0 Толицмана. Все еще так же Magic One. Все еще он попытался купить вау. Хрен тебе, а не item build Миракла. Я так понимаю, наш обсервер тоже уже готовится к завтрашнему дню морально. Ну ладно. Как-нибудь так разберемся. Так, ну что, а Миракл-то уходит на базу. Он взял себе Power Threats. ПТ у него 1-й уровень Dream Coil. Максить пока не сможет. Взял талант первый. Нас там нужно максить, соответственно. Талант взял, да? Какой талант взял? Сейчас бы еще вспомнить, какой у пака талант. Давно не появлялись у нас, да, эти паки. 175 кп. Вообще, при первом таланте здесь, наверное, вариаций мало будет. То есть, да, 8 интеллекта брать такое себе. МХП будет брать. Очень важно при игре 1-на-1. Побольше здоровья иметь. Ну, слушай, по криптану Power Threats так все еще впереди. Да, он покупает себе вот этот самый замечательный шлем. И скоро Вейл подъедет. Совсем скоро. Ну, там ПТ. Там такой пак боевой статовый, я бы сказал. Там еще и переключаться. Ой-ой-ой, Миракл промазал вообще всем. Или Зориор. А может быть не стоит уходить Power Threats? А может быть стоит подраться? То он же всем промазал по Power Threats. Нет, он решил... Очень много крипов. А теперь Дримкоил. Еще Дримкоил. Но, правда, у Миракла быстрее. И Зориор подхватил. Но бы уже из фольга Ппаратца выйдет не смог. Улетает, Дримкоил рвет. Миракл. Ой-ой, как Миракл сейчас сильно просел. Еще арба летит. Но нет, не попадает. Вот тут внезапно такой Иллюзориор. Вообще, конечно, Миракл мог бы и подставиться. Но все, обошлось. Дунает Катаполь. Смотри на Миракла. Он сейчас просто говорит, боже мой, как же я был близок. Дехпровал, он был близок, на самом деле. Тут так всеми нюками практически промазать. Ппаратца просто не ожидал, возможно, такого расклада. Решил сам уйти. Но мог бы развернуться и подраться. Кстати говоря, вот этот Хелм of Iron Will это классная штука. Помимо того, что дает тебе возможность собрать быстрый Вейл, еще дает тебе отличный реген. Ну, это интересно, конечно. Один покупает Вейл, другой покупает себе ПТ. Что же Вейл будет делать? Тоже Вейл будет делать? Да, там уже стоит фастбайер, Миракл, сильно проседает. Ну все, там Никол больше не остается. Но все равно сильно просел и даже не смог сбить при этом Кларити Паку Папарацци. Элитари Орп, Миракл, шифт, динайд одного своего дальнего крипа. Все, готов Вейл. Вот ты, смотри, 16-м, это пот просто от двух игроков. Как же Миракл не хочет проигрывать эту серию. Да, она уже практически у него в руках. Но теперь, если он погибнет, он отдаст еще большее преимущество Папарацци, чем Папарацци когда-то отдал ему. Вейл пошел. Ну, можно сказать о том, что, в принципе, то, что сделал Ферзблат Миракл, это не так сильно и зарешало. Но, по большому счету, по крипам все очень хорошо Папарацци. Вроде бы, Натворос тоже сильно отставать не должен. Покажите нам Натворос, просто интересно. Сколько там они нафармили денег в результате, да? Да, Вейл имеется. Мы уже видим этот дебат, который бесит на Миракл. Атака внезапная пошла. Миракл под Саленсом стоит. Миракл на разороте просто дерется. Сам Саленс ответ выдал. Ну и Миракл вообще на броне так стоит. 3-4 ловит, сбили хилочку. Выходит на Элизарер Регатова, но, конечно же, не умрет. Минус все хилки. Он потратил сейчас, по-моему, 2 хилки или одну, но потратил всю ману, потратил все спылы, и теперь Мираклу будет очень тяжело. Выходит, вот, попытаться как-то поменяться с Папарацци, хоть как-то его развести, но нет, Папарацци слишком хорошо себя чувствует. 2 хилки и Кларити. Это очень серьезное сейчас отставание. Единственное преимущество Миракла, по-моему, до сих пор это уровень. Посмотри, по Нетфорсу Папарацци выше на 200 голды. Да, да. Это просто какая-то жесть. Миракл, при том, что он сделал First Blood в игре 1 на 1, не смог этим воспользоваться вообще. Играна равных идет даже с некоторым преимуществом, сказала Папарацци. И мне кажется, что этот ЭПТ вообще ни черта паку не дает. Ну, что-то дает, но определенно не так сильно решает, как решало бы на мобильных, на немобильных персонажах, типа Shadow of Enda. Да, вот это, конечно, интереснейшая катушка у нас. Так, сбивает Кларити. Неприятно. Ну, то есть, да, то есть, я вроде бы больше мувспид, это понятно, а противника даже сапога нет. Ну, какой в этом смысл слезть или Зори Арп? Так, залетает, может дать Саленс, Саленс выдает. Есть Dream Coil, ну, дыма же не хватит пробить за счет этого одного Саленса. Или Зори Арп, Папарацци будет сваливать. Да, сваливает, где-то подальше, до конца идет Миракл, Dream Coil на развороте, Или Зори Арп не попадает, Миракл. Ой-ой-ой, что делает? Опасно, Курьера срезал, Курьера срезал, что дальше. Разменивается на Фрэзмен, здесь шьют, Или Зори Арп. Миракл проседает, Миракл! Боже, Миракл! Браво! Браво, Папарацци! Да, кошмар! Вот это Baby Rage, я называю. Это Next Level Baby Rage, 6-4-4, Крэйгазм. Я даже не знаю, как еще называть, все мемы перебрал, которые возможны. Нет, ну, вообще, конечно, то, что он сейчас исполнил, это за грани фантастики. Что промазал, видно, что промазал Или Зори Арп, все равно полетел вперед. Да, ну, понятное дело, что сейчас порадится будет нам... Механика, конечно, вот этого Dream Coil, который никак вообще не заиведет урон. Смотри, промазал, вот пролетел, Dream Coil порвался, что дальше? Минус Курицу. Курьер, сагрился на Курьера, развернулся, куда непонятно, назад ли драться. Тут, конечно же, Или Зори Арп темноту, видимо, залетал как-то, да, но и тут шифта не было. Беда. Да, теперь Папарацци уходит на фонтан, сейчас подхилится, у него нету Курьера. Это, кстати говоря, не очень приятная новость, потому что теперь он не сможет обузить себе всякие шмотки. А вышку бы не потерять? А вышку бы не потерять сейчас? После падения вышки-то будет ГГ? Нет, нет, не потеряет, еще слишком... Но она накоцана. Это же Рейсбэнд. Рейсбэнд? Рейсбэнд. Я... Ты знал. Я знал. Это Рейсбэнд. Это Аквила. Я накастовал практически этот Рейсбэнд, по-моему, сейчас. Сайланс. Орб будто промазал парадс, идет в Рейсбэнд с Миреклэм. Есть Сайланс на развороте, есть Орб, который точно по парадси проходит. Но тут прям по статове видно, конечно, что пак Трэйден. Крипы сказали до свидания. А там сейчас аккуратно будет с ними Мирекл расправляться. Ну да, за счет Вейла, конечно, что-то побольше. Мы видим, что так урона... За счет Вейла магический урон входящий в разы больше. И Мирекл терпит. А что там? Один Сайланс только залетел. Лицо реробно-то промазал. Да. Неужели настолько сильно Сайланс увеличивается, дэмэдж? Я думаю, что не настолько сильно. Я думаю, что скорее что-то и решают. Просто размен тычками, вот именно этими. Там же не забываем Хелму Файн Билл. Количество брони увеличено. То есть вот эти физические атаки, они снижают свой дэмэдж по противнику. Но Мирекл не может так сильно пробить по рации. По рации может убивать Мирекла. Ой-ой-ой. И будет он открывать его. Да. Где Клэм на развороте? На развороте. Просто вышкой. Клэм Клэм рвется. Есть Вейл. Такой Шифт, интересно. Ну, какая-то такая. Размен немножко вялый. И сейчас Аквила появится у Папарацци. Это самое основное. Это Реген. Плюс еще, ну, так, дополнительная броня, конечно, не особо для крипов решает, когда они умирают с раскаста. Но, тем не менее. Самое главное, он дождался своего Курьера, которого так долго не мог дождаться. И опять-таки забавный момент. После убийства Папарацци, своего противника... Так, мы посмотрим за этим столкновением. Это столкновения не будет. Так вот, там 3600 было на Творц. В то время, как у Пака Миркла было 3000 Творца. И эта разница нивелировалась. Практически сразу же. Из-за того, что Курьера не было у Папарацци, он пошел на базу. Слесно, Миркл догнал. Творцу они сейчас стоят идентичны. Ну, все-таки убийство Курьера достаточно серьезно перешало в данной ситуации. Маны нет. Ни у одного, ни у второго. Ну, вернее, есть, но ее очень мало. Конечно, учитывая то, что это Пак. Так, слушай, вот появляется сейчас Аквила. 8 плюс 9, 17 брони. А сколько брони у Миркла? Можно посмотреть? Ой-ой-ой. Папарацци дает Сайленс. Очень битый Миркл, но у него есть раскаст. Папарацци выйдет все тычки. Выпил стики. Ну нет, разменивается по ХП именно тычками. То есть вообще не вариант для Миркла. Там разница в броне. Я ставлю там 5 или 6 единиц. И, соответственно, Парацци просто чувствует этого урона. Ну, плюс к всему, там Вейл. Тут Вейл еще не дособран. Да, конечно, ПТ. И скорость атаки больше. И скорость передвижения больше. Но это не так сильно решает. Настолько уж быстрее пробивает Миркл противника. Но вот вышка падает. ПТ-то действительно трата денег получилась довольно суровая. Не так много эта ПТ-шка дала. Я думаю, что потратить Миркл на что-то другое было бы поинтереснее. Немного, конечно, нервирует Парацци то, что у него Тавар падает. С каждым приближением крипов. Нет-нет, но Миркл пробивает. В конечном итоге может Миркл просто пойти и уничтожить. А фортификацион можно использовать? Я думаю, что-то. По-моему, да. По-моему, может быть. Да, и теперь у Папарацци будет постоянно маны больше. Потому что у него Аквила дает хороший прирост. Пошел Вейл. 117 крипов они убили. Один, второй, 107 крипов. Очень интересно. Играют они на паках. На самом деле, конечно, эффективная игра. Но без разменов таких явных. Без решения. Без исхода этой карты. На первых минутах, на первых левелах. Все перерастает в мид-гейм. Потом пойдет в лейт, судя по всему. Так, все. Начинает накоцывать вышку теперь. С Аквила туда. Почему бы нет? Подпушивать можно. Крип чуть сильнее. Тут, если Аквила включена. Ну что, Вейл, наконец-то, Миракл приносит. Хоть как-то теперь может размениваться. Но Аквила. Вообще, на левел выше мы видим Папарацци своего противника. Да. Тоже может в конечном итоге зарешать. Вейл. Дебафы, конечно же, будут развешиваться. То есть, Миракл сейчас придется в какой-то момент просто в крипов выдавать свой прокаст. А это очень невыгодно. Да и к тому же у него маны нет. Знаете, как пушится линия. Кошмар. Луак идет для, конечно же, Папарацци. Папарацци на шаг впереди всегда. Если бы он не отдал этот First Blood, я думаю, игра бы уже давно была закончена в его пользу. Но здесь пока что у него все шансы. Миракл отстает. Посмотрите на количество маны. Вот просто количество маны за счет этой Аквилы. Маны просто нету. Просто нету. И вышка падает. Вышка накоцалась. А уходить нельзя. Он использует Clarity, конечно, рискует очень сильно. Clarity крипами, соответственно, не сбивается. Нужно Папарацци прогонять. Есть Вейл. И Давар скоро может погибнуть. Аквилы действительно очень сильно решает. Миракл в затруднительном положении. Надо как-то размениваться по ХП. Видимо, просто пытаться выиграть за счет точного столкновения. Потому что вышка погибнет в ближайшее время. Через одну или две пачки крипов. Возможно, через три, конечно, если будет хорошо сдерживать надиск Миракл. Но пока непонятно, как это делать. Да, или Зориор. Ну, или Зориор. Папарацци Сайленс мажет. Миракл Сайленс попадает. Но опять-таки под крипами Миракл. Dreamcoil получает очень боль. На развороте тоже Dreamcoil. Разменивается по ХП. Миракл. Минь, который ГГ, Миракл сдается. Это не папа-рация. Это батя-рация. Но папа, папа. Действительно, батя просто сидит. И спокойно разрулил ситуацию, при которой отдал ферстблат на паках. И выигрывает эту серию 2-0. Я бы сказал, что по сумме, вот так вот по итогу, он показал, что он действительно сильнее. Причем сильнее в разы всех остальных мидеров. Его именно подход. Творческий подход. Мне вот это очень нравится. Творческий подход, исполнение. Во-первых, у него очень хорошая была стратегическая основа. То есть он к игре на Shadow Finder действительно был готов. То есть он, видимо, спланировал, как он будет действовать и так далее. Это он нам демонстрировал. Но на паках он проявил гибкость свою. Сейчас будет послематчевое интервью, которое, конечно же, обязательно будет переведено. С победителем, с папарацци, с чемпионом турнира 1 на 1 на Daki. И вот он, Miracle, который уходит во своя сезон, а второе место. Без денег. Ну что же, на сцене у нас папарацци. Чемпион сегодняшнего дня. Он со своей командой в 10 утра переиграл Вичи Гейминг Джереми. Чуть попозже переиграл Team Empire. Потом переиграл SCCC. Потом переиграл Miracle. И вот он, на ретейл. Это действительно он рад. И это большая часть для него выиграть. Это турнир. Я не знаю, будет ли... Какой-то приз за первое место. Я думаю, что будет. Кроме 7 тысяч долларов, конечно же. 30 тысяч юаней. Я выигрываю в чемпион турнира 1 на 1 на даке. Это очень важный момент. Кто не ожидал, что это именно папарацци. Я думаю, что я думаю, что все В турнире 1 на 1, но он большой-большой молодец, товарищ Папарацци, мы его еще раз поздравляем, он взял себе 7000 долларов, он еще и остается в турнире, и завтра будет показывать очередной хороший мастер-класс уже непосредственно в игре 5 на 5. Молодец, очень хорошая игра. Что-то все-таки вручает вице-президент Perfect World, статуэточку, что на ней непонятно, но какой-то кубок. По-моему, это мини-кубок Дака, нет? Не похоже? Возможно, очень похоже. Уменьшенная версия? Ну вот так вот уже хоть какой-то приз получил, ну я так понимаю, в принципе, больше здесь сказать нечего. Приятно, что все-таки...